В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла». В данной программе мы поговорим об удивительном дизайне Бога. Дыхательная система человека. Каждый из нас делает вздох и выдох около 20 тысяч раз в день и около 8 миллионов раз в год. Без дыхания жизнь человека невозможна, поэтому дыхание имеет столь важное для жизни значение. Мы дышим непроизвольно, это происходит автоматически, мы не замечаем, как это происходит. Для того, чтобы преодолеть какую-либо физическую нагрузку, например, чтобы подняться на холм, мы обычно не вычисляем, как часто или как глубоко нам необходимо дышать. Или наоборот, когда замедляется ритм жизни. В ночной период, когда мы спим, мы не пытаемся контролировать, в каком ритме нам следует дышать. Данный контроль производит мозг. С помощью рецепторов он постоянно отслеживает уровень кислорода и углекислого газа в крови. При понижении О2 и повышении СО2 мозг посылает более частые и сильные сообщения дыхательным мышцам, для того, чтобы легкие работали сильнее и чаще. Давайте проследим, каким образом происходит дыхательный процесс. Нос. С него начинается процесс дыхания. На первый взгляд, может показаться, что данный этап не представляет ничего особенного. Однако это не так. Сложность и продуманный дизайн свидетельствуют о творческой мудрости Бога Творца. Нос – это продвинутая система кондиционирования и очищения воздуха. Нежедневно нос перерабатывает воздух объемом около 50 кубических метров. Это приблизительно размер средней комнаты. При прохождении воздуха через нос происходит очищение и увлажнение воздуха. Каким образом происходит очищение воздуха? Ежедневно клетки носовой полости выделяют около 1 литра липкой жидкости. Носовая слизи работает наподобие липкой ленты. Когда мусор и микроорганизмы попадают в носовую полость, носовая слизь задерживает их. Чтобы эта слизь не застаивалась, каждые 20 минут нос обновляет слой слизи. Мы и не осознаем, что в нашем носу происходят такие замысловатые процессы. Для легких необходим только теплый воздух. Исходя из данной потребности, нос выполняет еще одно непростое задание. Одна из его функций – подогревать воздух. Каким образом происходит данный процесс? Для этой цели нос обладает внутренними маленькими выступами. Эти носовые раковины похожи на книжные полочки и тянутся вдоль внутренней стороны ноздрей. Носовые раковины служат для подогрева. Они работают как настоящая обогревательная батарея. Носовые раковины покрывает специальная ткань с большим числом пустот. Эта ткань содержит в себе разветвленные сети кровеносных сосудов. Когда воздух проходит через носовые раковины, кровь и передает тепло воздуху. В каждом автомобиле есть система охлаждения. Никто не отрицает, что радиатор в автомобиле – это результат замысла. Однако любая изобретенная человеком система охлаждения и кондиционирования кажется примитивной по сравнению с системой кровеносного отопления носовой полости. Почему в нашем теле такое внимание уделяется кондиционированию воздуха? Дело в том, что теплая и влажная среда альвеол легких делает их идеальным местом для развития микробов. Без встроенной очистительной системы мы бы умерли от воспаления легких всего через несколько дней. К тому же без данной очистки наши легкие быстро забились бы вдыхаемой пылью. Давайте рассмотрим непосредственно процесс дыхания. Для чего мы дышим? Что представляет собой процесс дыхания? Дыхание – это не просто набирание воздуха. Вдох необходим для того, чтобы использовать кислород для высвобождения энергии из молекул пищи. Дыхательная система человека поставляет кислород в организм и удаляет из него углекислый газ. Дыхательная система специально устроена для этой непростой задачи. Насколько сложно устроена данная система? Верхняя часть дыхательной системы состоит из носа и глотки. Вначале воздух движется через носоглотку. Далее он поступает в так называемый нижний дыхательный тракт. Она включает в себя гортань. Гортань предохраняет попадание пищи и жидкости в трахею. Трахея плавно переходит в бронхи, бронхиолы и легкие. Во-первых, каждый из данных органов устроен с оптимальной сложностью. Во-вторых, для жизни абсолютно необходима согласованная работа всех этих компонентов. Трахея и бронхи. Какова их функция и насколько они важны? Через трахею воздух проходит на пути к легким. Можно подумать, что трахея – это всего лишь простая трубка, которая проводит воздух в легкие. Однако это не так. Основу трахеи составляют от 16 до 20 хрящей. Они расположены полукольцами в виде буквы «С». Хрящи уложены одно поверх другого. Открытая часть буквы «С» повернута к пищеводу. Это позволяет человеку дышать во время еды. Хрящевые кольца – это крепкий каркас. Он помогает удерживать трубку и сохранять просвет постоянно открытым. Однако при этом хрящевые кольца относительно мягкие и гибкие. Это позволяет нашей шее сгибаться. Трахея разветвляется на два воздушных прохода. Они называются малыми бронхами. Одна из них ведет к левому легкому, другая ведет к правому. Бронхи при разветвлении образуют бронхиальное дерево. А оно, в свою очередь, разветвляется на более маленькие трубочки, которые называются бронхиолами. Бронхиолы делятся на многочисленные дыхательные ходы. Они заканчиваются воздушными мешочками или же альвеолами. Альвеолы окружены капиллярами. Здесь кислород высвобождается в кровоток. Само по себе разветвление – это удивительно продуманная система. Если бы бронхиолы ветвились недостаточно хорошо, то для альвеол не хватило бы необходимой площади поверхности для выполнения качественного газообмена. Разветвление в легких – это чудо дизайна, это яркое свидетельство творческой мудрости бога-творца. Ну и, наконец, важно сказать о легких. Они являются шедевром дизайна и инженерной мысли. Каждая легкая – это губчатый эластичный орган с кровеносными сосудами и воздухоносными путями. Легкие содержат почти 3000 километров воздухоносных путей. Какова основная задача легких? Основная их задача – насыщать кровь кислородом. В организме человека в течение дня через легкие проходит 12000 литров воздуха и 6000 литров крови. Как устроены легкие? Снаружи легкие покрыты оболочкой или же плеврой. Она состоит из двух листков. В их тканях мелкие трубочки бронхиолы делятся на многочисленные хода. Они заканчиваются маленькими мешочками-альвеолами. Каждая альвеола напоминает маленькую комнату со стенами и входом. Вокруг ее стенок находятся крошечные кровяные сосуды. Стенки альвеолы очень тонкие, поэтому воздух в них находится в тесном контакте с капиллярной кровью, так что газообмен происходит посредством простой диффузии. Огромная площадь поверхности альвеол и маленькое расстояние между воздухом и кровью обеспечивают эффективный газообмен в легких между воздухом и кровью. Каким образом происходит насыщение крови кислородом? Кислород поступает из воздуха в кровь, а углекислый газ выходит из этой крови в воздух. Кровь насыщается кислородом и возвращается к сердцу для циркуляции по всему телу. В легких человека в среднем 500 миллионов альвеол. Это дает общую площадь поверхности в 160 квадратных метров. Интересно то, что всего за полторы секунды сердце разгоняет кровь по всей суммарной площади альвеол легких, которая равна площади теннисного корта и перемещает ее обратно в кровоток. Это происходит около 100 тысяч раз каждый день, и все это происходит автоматически. Ежедневно через легкие прогоняется около 8 тонн крови. Колоссальная сложность строения дыхательной системы человека, точность компонентов, их глубокая взаимосвязанность, феномен неснижаемой сложности на многих уровнях – все это указывает на сотворение. Дыхательная система демонстрирует все признаки того, что она была сложна и оптимально сотворена Богом. В Библии дыхание используется как символ присутствия Бога, который дарует жизнь. Дыхание жизни – это великий дар Бога. Воздушное пространство похоже на огромный невидимый океан, однако в то же время он так необходим для жизни. Этим Бог показывает – мы зависимы от Него и мы нуждаемся в Нем. Священное Писание призывает жить и дышать Словом Бога и прославлять Его за то, что Он создал нас. Псалмопевец провозглашает – все дышащее дохвалит Господа. Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова